здравствуйте друзья интересный вопрос сегодня утром был задан человек живет где-то в одном из видимо больших городов украины и ему 40 лет у него двое деток там 10 лет и два года и так вроде бы по первому образованию он фельдшер по второму образованию там что-то не с истории уже высшее образование но работает в представительстве там какой-то компании на какой-то административной должности менеджерской и так вроде бы ну ну живет но но можно жить его конечно вот гложет некоторые ощущения того что он не знает что дальше будет а дети как и я хочу сказать что в целом людям свойственно такие вопросы себе задавать но особенно вот когда те 40 42 43 вот когда я это так объясняю что когда как бы такой последний рубеж ты берешь то есть если ты сегодня пойдешь на какие-то серьезные изменения ты еще можешь а вот допустим пройдет еще несколько лет и уже ты уже и не сможешь то же вроде уже и захочешь уже сил нет уже того нет сегодня поэтому это как бы очень-очень характерные такие размышления так вот мы к кризису среднего возраста может быть приближаемся так это неплохо это все очень здорово и вот и он как-то сомневается и не знают и с одной стороны верят в то что будет лучше вот скажем да жизнь вокруг и я на самом деле как бы разделяю исторический оптимизм в том смысле что сейчас вот в свете последних событий украина получила такой неожиданный и невозможный раньше импульс поддержки и финансовых вливаний и осознание того что вот ее путь туда назад на западе осознание что нужно все сделать чтобы это нормально прошло и так далее то есть чего не было еще несколько месяцев назад поэтому я думаю что дети его уже вырастут вырастут в европе то есть они то смысле что украина станет частью вот этого единого пространства и хочешь туда хочешь сюда учить в германии там работы по франции так далее я думаю что все это как бы я надеюсь мы не знаем но я надеюсь что все это так будет иметь место другое дело что понимаете есть такие вещи как глобально на продолжительность жизни вот мы знаем что в одной стране допустим там побольше ведь живут другой поменьше ведь живут всем здорово так поменьше особенно мужчины мы знаем что вот сейчас он вступает в такую полосу я говорил раньше я еще раз повторю что от 40 до 50 я не знаю людей еще не то что я всех знаю но вот практически невозможно пройти без того чтобы получить уже какое-то более-менее серьезное заболевание это могут быть почки это может быть печень это может быть поджелудочно это может быть все что угодно мы мы так устроены что мы начинаем сыпаться потихоньку и на самом деле в гораздо более ранее ранее возрасте просто после 40 это уже проявляется в чем-то таком вполне ощутимо поэтому вопрос в том но хорошо вот сегодня тебе может быть не нужно там медицины так как-то ты не очень завязана а а дальше то что будет а если нужно будет что с тобой будет поэтому эти много много разных мыслей приходит в голову разным людям счастливы те кто беззаботны просто по природе так вот как птичка божия туда полетел сюда полетел попрыгал поклевал и вроде и хорошо я сам такой собственно я себя описал но к чему я рассказываю что с возрастом с ответственностью не уже дети вот двое детей я еще хочу такую вещь сказать что возраст человека но не не физический возраст а вот такой как бы социальный что ли определяется в частности возрастом твоих детей вот если у тебя есть ребенок два года то ты социально ненамного отличаешься скажем от 25-летнего у которого тоже ребенку два года потому что и тому и другому нужно вырастить этого ребенка и дать ему ну то что надо дать ребенку и так далее поэтому когда у тебя скажем 40 появляется ребеночек там двух лет это тебя омолаживает сильно то есть вы не не такой 40 у которого уже дети там в этом году там в университет пойдут да потому что так тоже бывает у меня дочь родилась мне 23 еще не было то есть когда мне исполнилось 40 лет у меня дочь училась в университете но вы на самом деле гораздо моложе по задачам которые перед вами стоят чем допустим сороковник и когда у тебя уже там в отношении детей никаких функций обязанностей нет так вот значит человек спрашивает но вот как ему вот эмигрировать не эмигрировать он ведь я все понимаю я я абсолютно все понимаю я смотрю видео я слышу истории я я понимаю но вот примите ко мне но вот что делать в эти ему как-то какой-то толчок может быть из мне нужен или наоборот какой-то тормоз известно сказать сиди не рыпайся все у тебя хорошо и тогда я я не могу сказать надо или не надо братья слишком мало знаю и и никто не знает что впереди поэтому чё что-то но я расскажу что что думаю на этот счет дело в том что в конкретной ситуации вот этого человека он конечно может выиграть в лотерею green card если мы говорим о способах эмиграции он конечно может теоретически выиграть в лотерею green card но это шансов как бы не много и если он говорит я не не занимаюсь шансами потому что часто тарас шанс два шанса уже тени 40 а 45 а потом уже и полтинник и уже поэтому если переходить совсем уже в практическую плоскость то он говорит себе ну хорошо вот мне 40 лет что я могу сделать но я могу например и это я считаю самый реальный шанс в такой ситуации когда и образование там какое-то вот нет не такое которое позволяет пойти рабочую визу быстро получить и тогда значит ну что его ставится но политическое убежище иммиграция меняет людей не иммиграция меняет людей это кажется что они остаются тем кем были нет она меня любая деятельность меняет людей деятельность без деятельности тоже меняет вы можете сказать что она разрушает или высвышает это это сейчас неважно в какую сторону она менять но она меняет делая что-то ты меняешься в одном направлении не делая ничего ты меняешься в другом направлении скажем например ты утрачиваешь способность что-то человека и если мы говорим про политическую убежище что первый вопрос который у вас возникнет это вопрос такой ехать вперед получать политическое убежище одному или там допустим ждать пока при и и да или приехать всей семьей но там тогда нужно денег больше имеет про деньги человек это меня нет столько денег чтобы приехать купить дом там машину сразу красивую жизнь но может быть на красивую нет она перебит с первое время есть и я же не знаю но во всяком случае если он поехал один а жена с детьми осталось он ну минимум пару лет их не увидит и за пару лет очень многие вещи случаются с людьми в такой ситуации не дай бог конечно но но происходит это очень часто ли и мы это видим вот чуть ли не каждый день и из тем кто остался случается что-то из тем кто поехал случается что-то вокруг другие люди возникают еще что-то это как бы и плюс них не каждая жена захочет с двумя детьми там оставаться и не каждый мужчина можете позволить на несколько лет уехать и оставить там двоих поэтому значит дальше начать пойти вот вот это одна как бы проблема вторая проблема ну приехали они вместе разрешения на работу нет значит они должны как-то выживать да значит подделывать какую-то работу нелегально значит заниматься там с юристом своими там этим политическими процессами это конечно делает людей гораздо более матерыми такими я я немножко перевожу с английского от матчур значит такими но знать как за одного битого двух небитых дают значит люди которые прошли через политическое убежище они намного более битые чем те кто приехал там сел на вэлфер и там эти легитимные мигранты и там дальше так чесал репу думал в как ему жить дальше год думал два думал три думал так вроде и состарился и не придумал таких тоже много вот или додумался что надо сидеть на вэлфере и там на кешь подрабатывать на три копейки значит поэтому если эта семья соберется ей предстоят большие подвиги я не хочу сказать что как бы эти подвиги мясо не останутся или там потенциально не останутся вознагражденными они вознаградятся воздастся им старицей я считаю да и в отношении того что с детьми будет происходить и в отношении их самих потому что они такой хороший хорошую дозу адреналина получить по жизни но а бывает люди ломаются давайте в одних и тех же условиях повышенные нагрузки один крепче становится другой ломается подрывается и и мы видим здесь очень много такого мы видим как вот семьи разрушаются потом там глава семьи у него там давно такой мачо а сюда приехал и неизвестно очень многие тамошние мачо оказалось что здесь у них жена зарабатывает а он нет а он сидит и скулит и ноет не дай бог но но сколько хочешь этого на каждом углу и проходит какое-то время и вот эта жена которая состоялась которая зарабатывает которая следует среди людей там и все и уже вот этот мачо бывший он уже как-то ну тяготит и и он он ноет он скулит он настроение портит толку с него никакого нет нафиг ты нужен такой знаете и это тоже я я не хочу сказать что только в иммиграции это происходит но иммиграция создает лови для такого кризиса да если там есть какая-то гнильца то вот она и выскочит и и вот дальше все рассыпется поэтому когда люди планируют что-то такое они не могут планировать все детали вот я на форумах вижу там когда люди ну так разбираются вот я приеду значит я пришел на вокзал в какую дверь я зайду какого окошку я подойду а там в розовой кофточке женщина что ей сказать и так далее вот не получится так потому что очень много неизвестного и очень много вещей которые меняются на ходу меняется законодательство иммиграционное меняется применение этого законодательства до практика судов меняются меняются обстоятельства которые рассматривались как серьезные а теперь перестали рассматриваться как серьезные еще раз люди меняются мы меняемся не только то что попали там скажем другую страну но мы меняемся от того в какой там трудовой коллектив 1 2 3 мы попадаем да с кем рядом мы работаем мы меняемся там в какой штат мы попали были ли там скажем соотечественники чтобы общаться или там скажем мы немножко изменились мы в этом направлении научились общаться еще там с какими-то людьми другими и и не и неизвестно какими лет либо это показались афроамериканцы либо мексиканцы там либо поляки я не знаю куда попадешь и как тебе там вывезет кривая бывает что ты едешь к родственникам а через неделю ты от них съезжаешь потому что ты мне в радости ты вдруг как бы понял что ты зря к ним ехал надо было ехать другим людям и таких историй тоже полно приехал к друзьям которые тебя два дня подержали год но теперь спать давай дальше сам а ты думал что у них месяц проживешь давайте все это как сказать нет нет предсказуемый на сто процентов процесс найти может быть где-то может быть что-то но вот как направление движения да если вы к этому отнесетесь как направлению движения если вы скажете себе я иду в направлении а уж чего будет там происходить я буду по ходу дела реагировать тогда вам проще будет поэтому завершая значит нашу беседу я хочу сказать если вы уже на такое идете но вы должны сказать себе я это делаю потому что вот так как есть я не могу не хочу у меня есть серьезные причины и так далее если у вас серьезных причин нет я тогда даже не понимаю ради чего вот если так это общее беспокойство если это какие-то так такие знаете вещи но не то чтобы наболела или там дальше так жить нельзя так может быть и не надо вот по всяком случае если вы это делаете мотивация очень важна чтобы потом не сломаться и чтобы потом сказать я все правильно сделал и у нас была хорошая цель и мы к ней пришли причем вместе пришли как семья допушать по одному уже тут не получается вот поэтому очень многие люди успешно преодолевают все то о чем я рассказал я не знаю статистики там какой-то но я просто вижу очень много людей которые легко это все сделали может быть даже многие не заметили что это как-то трудно или как-то напрягает их там или что-то но смотрите смотрите я я вам желаю успеха независимо от того где вас там живете будете жить какое решение примете но в общем так вот думаете раз вопрос задан я я уж на него я отвечаю счастливо а